Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Давно я не снимала для вас видео вот так сесть, а после моей поездочки я еще, честно говоря, не могу идти в себя. Но мне скорее нужно показать все покупочки из Европы, и я еще приехала и еще чуть докупила здесь. Просто потому что, если я сейчас все это разберу и уже буду носить, я же ничего не ношу, ничего не разбираю, у меня как чемодан стоял, так и стоит. Почему я этого не делаю? Потому что если я сейчас все распределю везде, я просто потом не соберу для вас видео и не покажу. Поэтому всегда так, с фикс прайсом, со всеми покупками вообще, они у меня стоят, и я ими не пользуюсь, пока я вам не сниму видео. Поэтому скорее-скорее я бегу и спешу вам показать эти покупочки, и сама уже забыла все, что купила. Немного о шопинге в Европе. Я, честно говоря, наслаждалась этим временем, потому что я реально шопоголик, я это поняла. И перед отъездом в Европу, так как знала я, что я буду шопиться, ходить в аутлеты на всякие улицы торговые, смотреть, что продают, что-нибудь местное купить, одежду, я себе за два месяца, то есть до этой поездки, ничего не покупала, прям принципиально, никаких приколюшек, никак себя не радовала, чтобы все денежки туда потратить. Вот, и я, конечно же, немного не ожидала, не то, что я ожидала, в итоге было, мне так сказали, а вот лето, там все по 8 евро, что-то я представила себе, что я наберу вообще целую гору всего, я даже Кристине говорю, бери пустой чемодан, говорю, если что, тебе положим что-то. В итоге, ну да, я набрала вещей со скидками, но мне кажется, что эти же скидки есть у нас в определенное время, то есть 20-30%, ну где-то может быть 50% редко, то есть какие-то брендовые вещи мы можем брать. То есть я не увидела там каких-то гиперцен низких прям, которые я ожидала, просто как скидка 30% у нас, вот, у нас тоже периодически бывает делать, то есть, в принципе, такой минус такого прям сейла супер я не увидела. И вещи, в принципе, ну что я там покупала, давайте я вам все потихонечку покажу и расскажу. Итак, первое это на мне, футболочка ГЕС, я в ГЕС зашла и, кстати, даже я сравнивала цены. Еще купила футболочки себе, еще две, тоже ГЕС. Я, кстати, сначала набрала такие футболочки вот такого плана, а потом вспомнила, что я не люблю носить лифт, и я всегда беру и цвет футболочки, и расцветочку, такой рисуночек, вот здесь принт, чтобы не просвечивалась грудь, и чтобы я легко могла, вот как сейчас, накинула футболку и побежала. Не люблю, не знаю, меня стискивает, стискивает мне, мешает дышать. В общем, вот такую футболочку ГЕС я взяла, мне понравилась надпись. Взяла, кстати, размер М, потому что С какой-то был маленький. Вот эта футболочка мне понравилась, тут вот такая аппликация красненькая, видите, как я подобрала губы, сережки, мне кажется, очень стильненько. И вот такую серенькую, я вообще люблю цвета, темно-серый, светло-серый, я их прям затаскиваю. Вот такая ГЕС, тут тоже рисунок небольшой есть. Я заходила в магазине в Европейский на обратном пути, мы заехали, я зашла в ГЕС, стоят они там 2,390 футболки. Ну, я одну посмотрела, они как бы лежат все, я думаю, они все в одну цену. А мы взяли, тут указана реальная цена, 39,90 евро, да? А мы как бы берем за 25,90. Ну, вот посчитайте, да? С учетом того еще считайте, во сколько мне обошлась эта футболка. То есть, если считать по курсу евро, сейчас евро 75 рублей. Тогда, когда уезжала я, за неделю очень сильно упал доллар и евро, ну, они как-то вместе, да, идут в ногу. А я меняла с русских на евро. То есть, когда мы покупаем, мы платим еще дороже, чем когда мы меняем. В общем, мне 1 евро вышел в 80 рублей, тогда, когда я меняла. Поэтому 25, сколько тут еще раз, 25,90 мы умножаем на 80. Вот. В магазине, ну, короче, выгадали здесь немного, не знаю, рублей 300, наверное, если выгадали. Но футболки хорошие, качественные, мне нравятся. Чем еще отличается шоппинг, допустим, в Европе, я же все пытаюсь сравнить, да, в Европе от России? Как говорят, качество, да, то есть, ну, я не знаю. Так я прям сразу проверить не могу, да, это надо какое-то время, наверное. И разнообразие, то есть, модельным рядом. До России у нас, например, кроссовки доходят там не все модели. И, например, то, что я здесь искала так долго, я просто в Европе пришла, и в любом магазине на волынь. Допустим, вот этих кроссовок с толстой подошвой такой, баленсиаги сделанные. То есть, и Adidas, и Nike, и всех цветов, и всех размеров стоят они там, ну, от 100 евро. Вот. А у нас здесь, конечно, цены очень высокие. На это все. Так, еще я хотела сказать, так, что в GES я купила? А, GES. Еще я взяла вот такой рюкзачок. Рюкзачок очень классный. Я его, на самом деле, взяла уже в последний момент в Duty Free в Брюсселе. То есть, я его брала не в Outlet. Вот эти все вещички я брала, в основном все покупки в Outlet были. Мы в Adidas на Outlet съездили, самый большой, который находится на границе Германии и Голландии. Ну, так сказали мне, что он один из самых больших в Европе. Мы туда поехали. Потом мы поехали в другой, он ближе туда уже, к Брюсселю, еще не помню, как называется, на букву M. Он чуть поменьше был. Там тоже я парочку покупочек сделала. Вот. Но вот этот рюкзачок мне очень понравился тем, что здесь розовый цвет. Ну, и, в принципе, хаки, он всегда как бы в моде. Он не выходит из моды. Это уже, по-моему, какая-то классика. Я люблю, когда много кармашков, то здесь кармашки для карт, для ключей. Здесь для всякой мелочевки, там, помады, там, телефоны. Еще что-то. Здесь самое главное. И мне вот с этим вот рюкзаком... Здесь внутри еще тоже есть потайные кармашки всякие. Ну, в общем, очень удобно распределять нужные вещи и быстро брать. Вот. Короче, мне понравился. Он такой... Знаете, это еще такая покупка... А, взяла я его за 100 евро. Это получается, если... Так, как я меняла, да, то есть... То есть, если по курсу считать, то это где-то 7500 получается. Если, как я меняла деньги, то он мне вышел в 8000 рублей. А в магазине я зашла, и это новая коллекция в ГЕС. Он стоит 10 тысяч. Это считается маленький. Там есть большой. Но, кстати, большого я не видела в магазине. Большой стоил 10400, а маленький, видимо, он не намного меньше, 9 990. Вот. Вот этот, который вот за 9 990, я взяла за 8. Уже новая коллекция получается дешевле. Он тоже там был в дьюти-фри со скидкой. То есть, там была реальная цена написана. И вот за 103 евро я его взяла. И это такая покупка, которую, знаете, вот покупаешь и думаешь, блин, нафиг он тебе нужен, да? Не, я хотела рюкзак купить. Я смотрела iFur, iPrada, там разные. И как-то вот, ну, не ложилось. Мне нужно много кармашков. Мне нужно, чтобы он был интересненький, а не просто черненький, да? То есть, что-то интересненькое. И вот я его уже взяла и такая до последнего думала, зачем взяла, зачем потратила. Может, хотя бы у меня осталось еще 300 евро со всех моих, со всех моих денег. Вот. И когда я потратила, осталось уже 200 евро. И это та покупка, когда ты ходишь, каждый раз смотришь и думаешь, глянь, какой он классный, глянь, какой он классный. Короче, я его все больше и больше люблю и вообще не жалею. Очень крутой. Купила вот одну поясную сумку. Это Мами. Она у меня давно просила. Она такая, тоже вот мне что нравится, много кармашков. И тут еще более чем. Вот я, помните, в... Сейчас. Сам Снайт. Сам Снайт. Не помню, как точно читается. Мне очень понравилось. Я купила в аэропорту за 5500 вот эту сумку. Помните, да? У них еще черные и темно-синие были. А, и еще там были вот такие сумочки. Я решила вот такую взять сумку. Тоже 35 евро. Уже не найду цену. Но здесь тоже. Здесь карман сзади. Здесь карман спереди. Здесь карман основной большой внутри. Здесь еще внутри карман. Короче, куча карманов. И она такая, знаете, ну, отличается все-таки. Ее почти как-то и не видно, незаметно. В общем, у меня, на самом деле, я так заметила, у меня уже коллекция кепок. Коллекция вот этих вот сумок поясных. Очень много. Коллекция кожаных курток. Скоро будет коллекция кроссовок. Потому что я их очень люблю. И вот беру-беру. В рублях стоит 35 евро. Она стоила там. Так, сумочку поясную. Маме сумочку поясную купила. Это, кстати, Киплинг. Киплинг очень известная фирма. У них такая обезьянка там. И здесь тоже обезьянка. И здесь три, значит, три, даже четыре отверстия. Цвет я взяла так, как мама любит. Вот такой цвет. Он, знаете, как бы между джинсом голубым, таким пудрово-грязненьким цветом. Это можно через плечо носить. И также здесь два вот таких вот кармашек. Из которых вытаскивается наша вот такая вот штука, где можно прикреплять на пояс все это. Я думаю, ей понравится, будет удобно. Потому что здесь очень хорошо оно открывается, достается. Все прям удобно. И мне еще, вот, допустим, вот здесь у меня всего два отверстия. Одно и второе. Здесь мне не хватало третьего. Именно для документов. Потому что вот в основном у меня здесь документы, помаду могу бросить, какие-то бумажки, чеки, там, еще что-то, ключи, камеру свою. И, на самом деле, паспорт немного портится. И вот такие все. 35 евро. То есть она стоит точно так же, как и мои сумки. Вот, короче, вот такие сумки у нас теперь поясные. Дальше. Была я в магазине Эйсприт. Это уже мы на выходе. Может быть, видели в Инстаграме. Я взяла вот такой вот необычный костюм. Вот такой вот яркий. Вот. Мне он очень понравился. Нам с Кристиной, на самом деле, он очень понравился. Я в нем потусовалась там уже. Он мягкий такой, вязанный. Реально очень мягкий. Но я боюсь немного, что он все-таки катышками покроется. Не знаю, почему, но это время покажет уже. В принципе, их можно снять. То есть они не так, что прям, знаете, сама ткань прям супер портится. Ну, время покажет. Вообще он такой яркий, интересный, классный. В Инстаграме у меня разгулялась там целая эпопея. То есть два лагеря. Кому нравится этот костюм, кому нет. Но я его брала себе. Это мой вкус. Яркий, красивый костюм. И подходит под мои ньюбалансы. Кроссовки офигенно просто. Сколько он стоил? Я не помню. По этому костюму очень много спорта. Ярк. 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 Это мой мужчина для меня. Вообще я не понимаю, как он может мне понравиться. Он крутой. Он крутой. Сколько он стоил, я, к сожалению, не помню. Поймите меня. Я не знаю, куда делать чек. И я уже забыла. Ну, недорого. Не знаю, блин, сколько вообще. Мы сначала штаны увидели. Вообще хотели сначала штаны отдельно купить. А потом я лазила-лазила, увидела, что кофточка такая есть. Естественно, костюмы в первую очередь я беру, потому что я очень люблю костюмы. Так, поехали дальше. Дальше я зашла в Tommy Hilfiger и взяла себе не только я себе, не только я себе взяла себе что-то. Например, вот такую сумочку. Мне она очень понравилась. Она такая, как джинсовая. Здесь у нас отверстие. А тут у нас, значит, тоже отверстие. И там еще очень много всяких разных карманчиков. Стоит она 48,90. Ну, короче, 49 евро. Мне показалось, что это недорого, нормально для Tommy Hilfiger, потому что, когда я заходила в его магазин, обычно у него цены какие-то, ну, в этом бренде такие, достаточно высокие. И даже когда со скидкой... Я хотела, конечно, там одну сумочку приобрести, но в Outlet я ее не нашла. Этой сумочки не было. А она со скидкой стоила 10 тысяч в нашем магазине. В принципе, может быть, она столько бы и стоила. Но я взяла вот такую. Она такая простая, ее можно, если что, даже постирать. В общем, вот такую сумочку. Как-нибудь с ней буду ходить. Пока что я хожу со своим рюкзачком. Дальше я взяла нижнее белье своему любимому Tommy Hilfiger. Серые и темно-синие, по-моему. Сейчас посмотрю. Трусямушки. Так, вот я к нему поеду в гости. А, просто двое серых. Ну да, двое серых. Я думаю, ему понравится. Так, трусы за сколько мы взяли? Трусы 28 евро. Все, вот сколько оно мне вышло, умножайте на 80. Все, умножайте на 80. Так, еще в Tommy Hilfiger мы ему также взяли вот такую вот косвитерок. Long sleeve. 28 евро. 27,90. Ну, 28 округляю. Хлопка вот такой, в принципе, приятненький. Ему понравилось. Я ему скидывала фотки. Ему понравилась вот эта вот кофточка. Мы ее взяли ему. Так, еще сразу для любимого вот такую мы кофточку взяли. Это знаете где? Так, 40 евро вышло нам. Это Tom Taylor. Tom Taylor. Вообще офигенная кофточка. Я пока ее мерила. Я хотела прям даже себе, честно говоря, ее забрать. Мне так нравится капюшончик здесь. Здесь вот такие вот, вот такая вязаная. А открываешь, там внутри такие карманы красные. Короче, классно. Он хотел себе что-то такое вязаное с капюшончиком на застежечке. И такого вот цвета красивого. Так он стоил 60 евро. А мы взяли за 40. Tom Taylor. Взяла себе кучу носков. Вообще они у меня по 7 евро получились. New Balance. И сейчас я ношу. Они, кстати, офигенные. Раз, два. Tommy Hilfiger я себе взяла. Еще носочки. Еще вот такие теплые. Как раз вот, мне кажется, может быть, даже зиму в кроссовках проходить смогу с такими теплыми носками. Очень много носков, New Balance и Tommy Hilfiger. Конечно же, и малышу нашему мы тоже взяли кое-что. Так, взяли вот такую ему курточку. В H&M я зашла. Вообще я слышала такое, что такие магазины, как H&M, Biersch, Kazaara, что в Европе, типа, совершенно другой ассортимент и одежда более качественная, чем в России. Не знаю, с чем это связано, но я позаходила в магазине, как бы в Zara есть прикольные какие-то. Но я ничего себе в Zara не приобрела, в Biersch не приобрела. Я вот, честно говоря, хотела прям вот по таким брендам пройти, прям брендам, да. Вообще думала, что я возьму себе что-нибудь из люксовых брендов, там, Gucci, Dolce & Gabbana, Prada и так далее. Но я посмотрела ценник, я немного на такой ценник не рассчитывала. То есть я думала, что совсем дешево будет, да, а получилось нет. Поэтому я прошла, то есть для меня вещи делятся на три типа. Это такие, ну, как бы, вот Zara, Biersch, Kaza и так далее, такие достаточно бюджетные вообще. То есть это, я считаю, даже, ну, даже как-то и не бренд, не знаю почему. Ну, вот как-то, да, ну, обычный бюджетный магазин, да, вот Zara. То есть там можно все найти от и до, цены разные, но очень бюджетные. Потом идет вот то, что я уже считаю бренд конкретно. Это Tommy Hilfiger, там, New Balance, Nike. То есть это уже знак какой-то такой, да, то есть у них уже цена выше, да. То есть они такие узнаваемые уже в плане, то есть их одежду можно узнать. Ну, вот как-то вот так, да, не знаю, я делю. И уже дальше делю люксовые вещи. То есть это уже от и до ценник, ну, это мы понимаем. Gucci, там, все дела, Dolce & Gabbana и так далее. Вот. Как я уже говорила вам, к детским одеждам я отношусь просто, потому что, ну, я не, то есть я считаю нецелесообразным для ребенка на самом деле покупать сильно брендовые дорогие там вещи. То есть хорошую, качественную одежду, да, это хорошо покупать. Но вот бренды, потому что, честно говоря, это деньги на ветер. У меня ребенок из обуви за два месяца вырастает. Ну, какой смысл на два месяца? Понятно, что себе взрослым берем. Я себе взяла кроссовки, буду носить 10 лет. Моя нога уже не растет, не уменьшается, правильно? А ребенок, он настолько быстро растет, если бы хотя бы на два года ему хватало какой-то одежды, то может быть. А когда это в месяцах, то пока нет смысла покупать дорогую одежду, а потом ее отдавать, да, тратишь деньги, а потом даришь кому-нибудь. Нет. Поэтому я зашла ему в H&M и увидела вот такую классную курточку, желтую, так как мы ходим в садик, его надо видеть издалека. Я ему сразу купила что-то яркое. Капюшон здесь отстегивается, очень теплая. Чуть-чуть ее взяла на вырез, то есть она может быть чуть капельку великовата, но как раз уже зима настанет, то есть мы будем ходить. Она нам обошлась в 30 евро. Вот у него 92 роста, я беру уже 98 размер. Вот, это то, что я взяла ему в Аутлете, да? Эээ, нет, это я не в Аутлете взяла. Это я не в Аутлете взяла, это я взяла в Брюсселе. В Брюсселе есть улица одна такая, главная, где все магазины. Вот, и там, да, это я взяла. В Аутлете я зашла в Бенетон. И на самом деле здесь я не видела в Бенетоне такая куточка ему. Это вот весна-осень, я взяла как раз ее на вырез, чтобы носить его, смотрите, а сзади. Та-дам! Вообще модно. Я когда увидела ее, прям вообще вах-вах, классно. Она такая двойная, тепленькая, то есть, ну сейчас уже прохладненько в ней, то есть сейчас мы одеваем такую безрукавку еще сверху, например, вот такую, сверху безрукавку теплую. Но уже сейчас вот-вот, и мы будем носить, хотя бы билета должна у нас стать. Ну, в общем, будем носить уже скоро зимнюю. И это я взяла специально на вырост, чтобы ему как раз было на весну. Отлично вот это. Вот с ней он будет очень модный. Также я ему взяла кроссовки New Balance. Ну, потому что они со скидкой были. Так-то они здесь стоят у нас 5 тысяч. 5-4 минимум, по-моему, кроссовки. А я ему взяла 31.50 евро, получается. Не взяла ему девочки. Ну, это самые большие, которые были. Это, ну, как бы он посчитал, что это наш размер, 23. Но они его прям в конкретный притык, прям в притык. Потому что я ему одеваю, и он прям не хочет их одевать никак. Поэтому, наверное, я их продам. По курсу 80, так, как и мне вышла, да? Чтобы я особо сильно ничего не потеряла. Вообще, чтобы я ничего не потеряла. Очень жалко. Они такие классные вообще. Ну, то есть, все, я ему только померила их, и прям вот они впритык. Так жалко, так жалко. Вы себе не представляете. Поэтому, если кто-то захочет вот такие вот New Balance, это 23 размер. Лучше, если у вас у малыша 21 или 22 размер, то прям берите их, как раз-таки, вот, может быть, чтобы на весну было, да? Либо, если он куда-то ходит, где-то вы гуляете, где кроссовки нужны, потому что зима, я понимаю, сейчас не особо актуально. В общем, прям из самого крутого аутлета на границе Германии и Голландии, New Balance, прям из Европы. В общем, 31.50 умножьте на 80, и за эту цену я продам. Ну, плюс доставка, да? Вот. Это еще с любовью от Селены. Подпишу карточку еще. Вот, так что, если кому-то захочется, то так. А я заходила буквально недавно в New Balance, да, и примерно такие кроссовки 5 тысяч стоят. Ну, это без скидки вот просто, да? Так, еще я зашла. Ну, сразу это уже все. Это я уже в России купила ему, потому что хотела сапоги ему купить, но из-за того, что у нас там во влоге еще, возможно, а может, знаете, а может, не знаете, ну, короче, из-за того, что Кристинка потеряла паспорт, и мы в попыхах, в нервах были. Я там нашла одни сапоги, но в итоге, короче, потом мы так запутали, закрутились, и я к ним не вернулась. И потом искала, где их везде, нигде не могла найти сапоги. Еще вот как-то их не было. Поэтому я уже приехала сюда и забежала по магазинам, и, в общем, взяла, что нужно. Кстати, вот такая вот марка есть. Baton Blue. Baton Blue. Ее везде рекламируют. Детская одежда. Я зашла и купила за 3 тысячи. Ну, не намного дороже, но более качественные, мягкие вот такие вот штаники. Мы уже из наших заровских выросли, они коротковатые. Зашла еще в Зару, увидела какие-то синие, мне не понравились. Они какие-то грубоватые, знаете, ну, то есть вот жесткая вот эта тема. И еще в Заре не регулируются вот эти вот штучки. Я все время, я помню, спадали они с нас. Мне это не нравилось. Зашла в H&M, по-моему, да. Там что-то было прикольненькое, но они были... Нет, в H&M вообще, по-моему, не было. Короче, я зашла еще в какой-то магазин один. Там тоже было грубоватые, как-то они... Такая ткань грубоватая. В итоге стоили где-то 2 300, 2 400. Вот такая цена у них. И я зашла вот этот Baton Blue. Эти стоят 2 999, то есть 3 тысячи. Но они существенно, существенно качественнее того, что в других магазинах. Потому что здесь все регулируется. То есть как хочешь, да. Подтянула, и ничего не спадает. Здесь расстегивается. То есть можно поправить что-то. Внутри все тепленько, классненько. Здесь у нас идет вот такая вот... Можно натянуть на ребенка, чтобы он по лужам, по снегу ходил. Вот, в общем, мне понравилось. И он такой мягенький, сам по себе. В общем, есть у нас новые такие. Вот я люблю. Для ребенка это очень удобно. Зашла в Glorio Jeans и взяла ему ботиночки, так как мама просила, чтобы были закрыты щиколотки. По 1000 рублей стоят вот такие синенькие ботиночки. Те ботинки, которые я покупала в Москве в прошлый раз, мы их вообще, ну я не знаю, по пальцам посчитать, сколько мы их одели. Поэтому я думаю, эти ботинки мы тоже немного понадеваем. И это ей не жалко будет отдать, как вы понимаете. Поэтому 1000 рублей рулит. Я уже 24 размером купила. И купила зимние сапожки. Вот такие дутики стоят они в Glorio тоже. Тоже 1000 рублей. Вот. Короче, такие классные. Все по цвету, я думаю, гармонирует вообще. Синий цвет, синий и зеленый подходят очень сюда. Короче, все у нас по цвету замечательно. Это то, что я купила малышу. Так, дальше. В Outlet. Что я еще купила в Outlet? В Outlet я взяла себе Lacoste. Я уже могу себе позволить. Я взрослая, нога моя не растет. Я взяла себе Lacoste вот такие кеды. Стоили они 65 евро. 65 евро. Вот такие кеды. Мне они показались достаточно яркие. Тут у них внутри вот так вот зеленая яркая, белая подошва. Такие они синие. Мне показалось, что они под все могут подойти. И вот там и мужские такие были. Есть и женские. Вот. Мне понравились. Короче, я хотела себе что-нибудь Lacoste взять, но не особо. Это мою больше кроссовки. Но думаю, пусть будут кеды. Понравились? Пусть будут. Зашла в магазин Nike. Короче, и взяла это, кстати, вот Nike. Кроссовки. Во втором магазине. Во втором Outlet. Первый Outlet зашла Nike. Увидела я эти кроссовки. Давай скорее мерить. Нифига, короче. Нету вообще размера моего. Там одного размера были, сорокового, по-моему. Четыре вот. Четыре коробки сорокового размера стояли. Думаю, как печалька. Очень жалко. Классные. Они, кстати, недорого стоили. 60 евро. 60 умножьте на... Ну, 6,8. 4,800 получается. 6,8, 48. 4,800. Представляете? А я свои Nike купила тебе за 13,5 тысяч. Я так подумала, как это дешево. Надо брать. И тем более, я вообще долго искала именно такую расцветку. Именно вот такие Nike. Но их у нас не было. Потому что такую расцветку я именно искала. Я не могла никак найти. В итоге я их нашла еще за такую цену. И когда мы поехали во второй Outlet, там были. Там были две коробки моего размера. Одни, кстати, немножко были с браком. И вот вторые я попросила, померила. И они идеальны. Они беленькие. Немного черного. И красные Nike. Я не знаю. Ну, они просто крутые. Мне они очень понравились. Как они сидят на ножке. Вообще. Air Max. И вообще, честно говоря, кроссовочки я очень люблю. Nike, New Balance. Они очень отличились для меня уже. Именно что очень хорошая амортизация. Они очень мягенькие. В них не устаешь. Можно очень-очень долго ходить. Вот. Короче, я кайфую. Конечно же, не сравняться никакие реплики с ними. Поэтому я хожу на рынок и вижу, что прям, ну, очень похоже внешне, там, в один-в-один. Но просто, когда ты берешь обувь, засовываешь туда свою ногу, ты понимаешь, что оригиналы Air Max, да, Nike и то, что тебе предлагают за 2,5 тысячи, это, конечно, не стоит вообще того. Поэтому для меня только оригиналы. Вот. Крутые, да? Беленькие такие. Класс. Давайте сразу покажу свои новые кроссовки. фирмы, которые, в принципе, ну, я знала, что такая есть фирма, скетчерсы, но никогда не обращала внимания, но когда я зашла в магазин, сейчас вам покажу, вот такой вот магазин, это в Брюсселе, на центральной улице одной из самых знаменитых, вот такой магазин, есть JD, там очень много кроссовок всех вообще фирм направлений, там собраны все модели, хорошие цены. Эти кроссовки мои стоят 70 евро, они уже грязные, потому что я как я их надела тогда, так я их и все не снимала. Были у них, мне понравились еще белые, белые прям вообще, они идеально белые, у них вот такие, знаете, смотрите, бусины, посмотрите. Вот здесь у них бусины, вам видно? Вот, вот здесь у них бусины, вот здесь у них переливается, светится, я не знаю, вам не передают сейчас, конечно, все это. Очень-очень красиво и стильно, они какие-то, знаете, кроссовки, я не знаю, какие-то кроссовки королевские, что ли, не знаю, они очень классные. И еще здесь стразинка, еще здесь стразинка, вот она. Ну, короче, они такие блестяшечки, с какими-то бусинками, стразинками, очень так все мило сделано сзади. Еще у них большая подошва, то есть я выбирала себе кроссовки с большой подошвой, но почему-то все закосы под баленсиаги, я заходила, мерила, 100 евро там стоят они, там и найки, адидасы, все есть. Что-то мне ничего не приглянулось. И когда я увидела эти скетчерсы, единственный момент был, когда я мерила, у меня общий размер 37, я одела вот эти 38, и они кажутся мне большеватыми, а 37 маловатыми, прям конкретно палец упирается. Я очень долго думала, какие взять, в итоге я решила взять те, которые больше, и ни разу не пожалела. Во-первых, сейчас такие громоздкие кроссовки, они в моде, поэтому ничего страшного, мне даже нравится, что они такие, знаете, массивные, как трактора, трактора такие, трактора кроссовки. Кроссовки черные мне нужны были, белая подошва их более так как-то обыгрывает еще, и они такие мягкие девочки, уже ни найки, ни нью балансы не сравнятся. Здесь какие-то подушечки, которые находятся на пяточке, находятся под каждым пальчиком, и находятся на вот этой вот, ну вот здесь вот, да, то есть на подушечках тоже. Короче, в них вообще не устаешь, они вообще не натирают, я на них как будто подпрыгиваю, то есть они мягче всех кроссовок, которые у меня, и я никогда не обращала внимания на вот скетчерсы. Мне очень понравились белые, чисто белые, точно такой же дизайн, только чисто белые. И я прям думала, может их двое взять, а потом думаю, ну у меня еще не было таких кроссовок, надо сначала вот эти вот попробовать одни, а потом решим. И 70 евро, кстати, недорого, и это без скидки, 70 евро, это их оригинальная цена. Дальше я зашла в магазин, вот оставшиеся покупки, это из того магазина. Этот магазин находится в Брюсселе, он очень необычный, называется он Cool Cat, может быть, кто-то знает или слышал такую фирму, вот они, пакетики их, Cool Cat. Я зашла туда, мне напомнило, знаете, такой стиль афроамериканский, то есть там прям такое все, там очень много таких коротких топов, что-то такое все яркое, такое все, прям вообще, ну даже мега яркое, даже для меня яркое. Но все равно я нашла что-то для себя интересное и прям набрала там на 150 евро, по-моему, всего. Первое, что я взяла, это вот такую вот футболку, вы могли ее в инстаграме видеть. У нее мягенькие здесь вот розовенькие, розовенькая мягенькая аппликация, Go Pink называется. Дальше, вот такая невероятная футболка, она тоже блестит, она такая немножко коротковатая, но я очень люблю вот такое украшение, то есть она вся в стиразинах, вот такая, даже размер XS, но здесь моделька такая, видите, она широкая, коротковатая немного, я думаю, что я в ней буду ходить, все-таки блестит, очень мне нравится. Стоит, кстати, стоит, сейчас я вам скажу, 12.99, это что, это кепка, вот, я кепку там еще взяла. Вы тоже же в инстаграме ее видели, наверное. Кстати, я зашла недавно в Зару, я взяла за 12.99, за 13 евро ее, а в Заре 2000 стоит кепка, и она из другого материала, ну, мне не очень нравится этот материал, и вот эта вот штучка, она чуть-чуть поуже, а так в один в один, представляете, я думаю, ну нифига себе. Вот, в общем, такая кепочка мне очень понравилась, кажется, яркая. 18 евро стоят футболки по 18 евро, и одна и вторая по 18 евро. Так, 18 умножаем на 80, да, скука они мне вышли. Дальше, 50 евро, вот такие джинсы, это все в этом же магазине. Меня, конечно, привлекла вот эта аппликация, железненькие, вот такие, до самого низу, или низа, как правильно сказать, с двух сторон. Такое украшение, мне понравилось, показалось немного так по-рукерски, стильно, и большой плюс именно вот этих джинсов, то, что они тянутся. Я вообще джинсы не очень люблю, но эти джинсы, они как лосины, то есть их одеваешь, и все, то есть можно прыгать, бегать, садиться, они не стягивают, стрейчевые такие. Вот такие джинсики я там взяла. Я взяла в такую куртку. Кстати, вот эта куртка точно прям такая же, вот именно с такими украшениями. Прямо вот здесь вот и на руках была в Esprit, и я хотела ее взять, там она стоила 65 евро. Я так посчитала, что это около 5000, по-моему, получилось. Это стоит 50 евро. И чуть-чуть она по-разному сидит. Ту я еще, ну, как бы померила, думаю, взять, не взять, но что-то меня остановило, потому что она немного, ну, некрасиво вот здесь сидела, внизу, как-то грубоватая, широковатая. И все. А на самом деле эту куртку я увидела в Outlet, там семья одна была, периодически мы все пересекаемся, уже запоминаем друг друга. Там девочка была, на самом деле это подростковая такая, но на мой рост получается. То есть здесь рост до метра 76, а у меня метр 73. Вот метр 70, метр 76. Подростковая, это в детском отделе я взяла. 13 плюс написано. Вот, и зашла туда, увидела эту куртку в детском, забежала, посмотрела, померила. 50 евро, думаю, возьму. Вот эта курточка мне очень понравилась, и в итоге я ее взяла, только она здесь сидит более приталенно, чем в Эсприт. И я поняла, что, наверное, Кулкет это такая фирма, которая, знаете, ну может быть типа как Зары, да, только там собраны немножко такие вещи, но очень сильно отличающиеся от таких, как Бершка и Чендем. Там более такие, знаете, как бы повседневные такие, более спокойные вещи, да, можно выбрать. А здесь они прям вот стильные, то есть вы понимаете, да, куртка со стразами, тут джинсы с какими-то украшениями. И оно все такое, там, шубы какие-то яркие, кепки, майки, и оно все такое пестрое, яркое, прям, я говорю, как афроамериканцы, если бы вы видели, как они обычно одеваются, так, ярко, дерзко, какие-то сережки большие, там, это. И вот весь магазин такой, то есть мне он очень понравился, да, кофточки, вот розовенькие, там, тигровые, белые, и детская там, и взрослая, и вот мне понравилось. В принципе, цены достаточно бюджетные. Еще вот в этом магазине, тоже в центре Брюсселя, я, ну, я нашла магазинчик нижнего белья, там были вот такие симпатичные трусики, бесшовные. Я себе их взяла, хотя нам с Кристинкой, они немного напомнили, как мы с Алиэкспресс с котятами заказывали, ну, что-то понравилось. И, кстати, стоят они тоже недешево, там, по 10 евро, да, по 10 евро, по 800 рублей. Ну, на Алиэкспресс такие подешевле, ну, синтетика, да, вроде бы, это конкретная синтетика. Но мне они показались милыми. Я их взяла. Что, все? Можно разбирать вещи, я вам все показала? Что-то мало. Вот. Еще в Европе есть такая вещь, как Tax Free, которой я не воспользовалась. У меня Любашка, кстати, ездит все время, она говорит, вот, блин, я тебе не сказала. Но на самом деле, вот в Outlet я ей не воспользовалась, потому что я ей не знала. В одном, во втором Outlet. А вот когда мы уже поехали в Брюссель, я смотрела всякие советы, где, что, куда. Там был совет, что есть такая вещь, как Tax Free, смотрите на магазины, можете там приобрести себе и вернуть в аэропорту какую-то часть. И вот в Кулкэт я уже зашла, да, вот 150 евро, Tax Free сделали. Там еще, кстати, надо на определенную сумму набрать, чтобы вам оформляли этот Tax Free. То есть вам дают чеки и заполняют там такую маленькую анкетку. И потом вам в аэропорту в специальном месте возвращают. Я подошла к женщине, опять же язык, да, подошла к женщине, спросила у нее, она говорит, я говорю, где Tax Free? Она говорит, вот, Tax Free, только сначала вам нужно зарегистрироваться. Ну, я пошла, зарегистрировалась, сдала все вещи, на мне ничего нового не было, все в моем чемодане. Естественно, я сдала чемоданы, иду в Tax Free, там очередь такая большая была еще. Ну, мы подошли там к охраннику, не к охраннику, а вот человек, который там тоже проверяет, что-то смотрит. Он говорит, а где вещи? Я ему показываю чеки, он говорит, а где вещи? Я говорю, они сданы. Он говорит, я должен их видеть. Ну, в принципе, оно логично, да, то есть откуда, мало ли, я эти чеки взяла. Он должен посмотреть, что я купила, что я действительно купила, и вот я как бы гражданин. Не, конечно, там оно можно было бы догадаться как бы логически, да, но с другой стороны тоже. Я говорю, я их сдала, мне сказали сначала, ну, как бы зарегистрироваться. А как я зарегистрируюсь, я не сдам багаж, как бы. В итоге я сдала весь багаж, и он как бы не принял у меня, ничего я себе не выгадала. А если бы я вообще еще заранее об этом подумала, то где-то полторы тысячи евро я потратила. Ну, не полторы тысячи, может быть, тысячу четыреста евро. Кстати, в общем, хочется мне посчитать, сколько надо посчитать и написать вам будет. Вот, где-то, ну, блин, тысяч десять-восемь, может быть, мне вернули бы, представляете? Вот так вот я лоханулась. В общем, я довольна, мне очень понравилось, я хочу еще и хочу еще, мне очень нравится. Я купила еще шоколада, и шоколада купила мало, бельгийский шоколад, он такой вкусный. И что, я еще не купила бельгийский вафли. Короче, я вообще тупила, что-то пострашного. Ну, потому что я давно уже не была в Европе, я уже, блин, забыла, как это все делается. Что-то все на спехах, попыхах, еще приключения все эти наши. Вот, но я кайфанула, и я хочу еще. Мы во Францию так и не попали, в связи с разными обстоятельствами, да и далеко. Но еще шенген открыт, время еще есть, может, хотя бы три дня на три мне удастся слетать во Францию. Время покажет. Ну, а пока буду тусоваться в своей новой одежде. Скоро еще будут новые покупки на осень, очень много всего, и костюмы, и... В общем, оставайтесь со мной, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok